Я уже говорил, завтра в прямом эфире, начиная с 11.30, мы будем рассказывать о главных событиях этого дня, в котором совместилось все. Сначала в 12 часов Владимир Путин будет обращаться к Федеральному собранию, запланировано уже начало акции. На Дальнем Востоке, во Владивостоке, вечером эти акции будут в Центральной России, об этом мы также будем, естественно, рассказывать. А чего ждать от этого дня? Обсудим сейчас с Константином Калачевым, он присоединяется к нам в прямом эфире. Константин, приветствую вас. Давайте начнем с посланием. Чего вы ждете от него? Прививку от уныния. Прививку от уныния? Раздача денег? Прививка от уныния, от скепсиса, от депрессии, от сомнений. Собственно говоря, выступление президента – это часть экспансии социального оптимизма перед выборами. Поэтому, естественным образом, мы должны получить прививку от уныния. Рассказы о том, как экономика наша в постковидную эпоху начнет расти, как начнут расти доходы населения, как будут реализовываться социальные программы, как будут помогать бизнесу, как будет укрепляться суверенитет. Собственно, основная история связана с посланием. Президент до сих пор верит в возможности рыбальных интервенций и думает, что его послания способны влиять на рейтинги власти. Поэтому я абсолютно уверен, что мы услышим про индексацию пенсии рабочим пенсионерам и про помощь многодетным, и про пособия в размере прожиточного минимума для тех, кто получает доходы ниже прожиточного минимума. И многое-многое другое, что должно в серых и убогих вселить уверенность, что государство их не забывает. И потом у нас же, как кто голосует обычно на выборах, женщины среднего и старшего возраста, с образованием средним, иногда даже ниже среднего, с доходом среднего, ниже среднего. Это целевая аудитория, и они должны услышать, как президент будет решать проблему демографии, проблему социальных прав, проблему цен, рост цен и проблему, конечно, ответа на вызовы и угрозы страны Запада. Ну, давайте тогда поговорим о последней части, потому что первое, несколько пунктов, они как-то привычнее и понятнее. И мы, наверное, примерно можем себе представить даже, какие суммы, откуда будут браться, раздаваться кому, наверное, в первую очередь, семьям, семьям с большим количеством детей, поскольку мы поддерживаем семьи и материнство и прочее, прочее. А как в послании, на ваш взгляд, может быть отражен этот самый ответ Российской Федерации на враждебную политику наших так называемых партнеров, скажу я подобной формулировки? Все-таки немного, денег немного, бюджет у нас дефицитный, так что я думаю, что особый щедрот ожидать не приходится. А что касается ответа на действия так называемых партнеров, вы же понимаете, что целевая аудитория Путина не хочет войны. Поэтому, конечно, очередной раз прозвучат заявления о том, что мы самая миролюбивая страна в мире, мы за мир и за им понимание, но при этом суверенитет для нас наивысшая ценность, суверенитет как невозможность каких-либо внешних влияний на Россию, и мы будем защищать его. Поэтому оборона наша крепка, танки быстрые, границы на замке, мы чужого не хотим, но и своего не отдадим. То есть, собственно, я думаю, что будет такой микс между заверениями, что Россия точно не собирается начинать никакие войны, и немножко бляться неоружием, доказать того, что мы не просто обороноспособны, что мы крупнейшая мировая военная держава. То есть, по сути, ничего необычного, ничего исторического, как год назад, когда была объявлена поправка в Конституцию, вы от завтрашнего выступления Путина не ждете? Дай бог, я оптимист, дай бог. Потому что, если что будет неожиданно, то, знаете, хорошо, что меня завтра с утра в доме электричество отключают, и я до пяти часов буду без электричества. Если будет что-то неожиданное, пусть войну начинают без меня. Я на полном серьезе. Мне кажется, что чем консервативнее, тем лучше. Потому что любые неожиданности чреваты. Я надеюсь, что не будет никаких заявлений о присоединении России ДНР и ЛНР. Но есть же еще Беларусь. Есть обещание господина Лукашенко подписать некий декрет, который изменит все и все. Но господин Лукашенко до этого неоднократно заявлял, что он не готов поступить со суверенитетом республики, а потом есть серьезная проблема. А именно, Россия, может быть, хотела бы слияние и поглощение Беларуси в 90-е, начале 2000-х, но сейчас Беларусь другая. Настояния там другие. То есть кому нужны вот эти нелояльные граждане? Там только Витебск настроен на возможность объединения с Россией. Все остальные регионы Беларуси категорически против. Это показывает соцопросы. И я не думаю, что... Знаете, если, допустим, в ДНР и ЛНР живет полубиллиона людей, которые на выборах проголосуют 100% за единую Россию. А вот Беларусь — это другая совершенно история. Это может прям просто подорвать и надорвать режим. Одновременно с выступлением Владимира Путина, в тот же день запланированы и акции в поддержку Алексея Навального. Насколько это может испортить впечатление россиян, средств массовой информации, общественности от тех обещаний и той терапии, которую мы услышим в послании? Ну, это сильный политический ход со стороны Навального и его штаба. Но я прекрасно понимаю, что будет дальше. Вы тоже понимаете. Дальше будет рассказ о том, что вышло всего-навсего десятков тысяч человек или несколько тысяч человек, что демонстрирует отсутствие у Навального широкой поддержки в обществе. Страна сделала выбор, выбор в пользу Путина, ну и так далее. Но в любом случае, конечно, переключение внимания с послания на протестные акции не входило в планы власти. Для них это проблема. Насколько вам кажется натянутым сейчас нерв в обществе, уж простите за подобную пафосную фразу, на фоне сообщений об ухудшении здоровья Алексея Навального, насколько этот натянутый нерв может вылиться в массовые протестные выступления? Знаете, я думаю, что в обществе настроения апатии постоянно больше, чем настроения негодования, настроения, которые людей оставляют выходить на улицы. То есть, понимаете, у нас есть протест настроения, а есть протестные действия. Протест настроения не всегда вливается в протестные действия. Я думаю, что если на сайте зарегистрировалось 450 тысяч человек, то максимум, который выйдет на улицы, это 100, может быть, 150 тысяч, то есть, длительно на 3 или на 4. И причем не только, это не Москва, это по всей России, да, в сумме. Апатия нарастает, это правда. До сих пор люди пока еще не вышли из этой ковидной депрессии. И я бы сказал так, большинство находится в зрительном зале. То есть, в принципе, акторы понятны. Путин и Навальный. Большинство находится в зрительном зале. Неважно, сколько людей выйдет, вопрос, что будет делать власть. То есть, излишняя жесткость, жестокость в продавлении протестующих может вызвать к ним волну сочувствия. Поэтому, мне кажется, что все-таки эксцессов каких-то быть не должно. Но всякое может быть, зависит от ситуации конкретной. Знаете, то есть, был бы повод, а дубинки найдутся. Спасибо. Благодарю вас, Константин Калачев, политолог. Еще раз напоминаю всем, что о важнейших политических событиях в России мы будем рассказывать в эфире «Дождя». Завтра, начиная с 11.30.